Каким образом, на мой взгляд, будет проходить расследование в Украине? К сожалению, я пессимистичен. Это политическое убийство, и украинские правоохранительные хорошо понимают. На наших странах на политические убийства должна быть политическая реакция со стороны высшего руководства страны, в частности Зеленского, уважаемые друзья. Но, надеюсь, вы прекрасно помните, что в ноябре 2022 года Зеленский поздравлял Токаева с победой на фальшивых выборах президента, где все реальные конкуренты были отстранены от участия на выборах президента. Я говорю открыто свое мнение по этому поводу. Он поздравил президента Казахстана, который в январе 2022 года расстрелял сотни людей. И я могу сказать, что ни один представитель демократического государства не отправил поздравления Токаева. Ни один. Он получил поздравления только от руководителей, так называемых представителей диктаторских режимов, как Россия, Узбекистан, Северная Корея и так далее. И можно было сказать, что это недоразумение, но я хочу сказать, что в октябре 2022 года украинская разведка публично заявила, что Казахстан является поставщиком различных компонентов, которые позволяют управляемым ракетам, снарядам падать на голову Украины. Это сделало заявление украинская разведка. Тем не менее, через месяц Зеленский поздравил Токаева с победой на выборах. Это я вам говорю то, что публично на поверхности известно. Второе, когда весь 2023 год средства массовой информации, мировые агентства прямо и четко показали, на основании наших материалов, между прочим, мы опубликовали 6 отчетов и показали, как грузы пересекают границу и попадают в Россию, а затем сыпятся снаряды, управляемые снарядом на голову украинцев. Это мы показали миру документальные факты. И весь 2023 год об этом шли и разговоры, и заявления, и ряд компаний Казахстана попали под санкции. Сама Украина объявила две компании, что они попали под санкции в связи с тем, что помогает России. И вот, что называется, новый подарок, 2023-2024 год. Зеленский поздравляет с Новым годом Косможемар Токаева, который к этому моменту уже отметился в Кремле вместе с Путиным. Все украинские средства массовой информации его предавали анафеме, ругали, обзывали по-всякому, и тем не менее он его поздравляет с Новым годом. Фактически врага Украины. Вот эти все обстоятельства говорят о том, что, скорее всего, следственные действия зайдут в тупик. Украина не даст полные свои доказательства вины казахских киллеров. А казахская сторона будет ссылаться, что им нужны доказательства. Украина не даст эти доказательства, потому что прекрасно понимает, что правоохранительные органы Казахстана их опротестуют, поставят под сомнение. Потому что они не хотят, чтобы нити этого убийства тянулись именно к Токаеву. Их намерение понятно. Поэтому будут сделаны формальные действия. Я так думаю, я уверен даже в этом, если откровенно говорить. Потому что у Зеленского существуют определенные, я бы так сказал, нездоровые отношения с нашей политической верхушкой. Нездоровые отношения. Природу и причину можно анализировать. Но тот факт, что страна, которая объявила курс в сторону европейского сообщества, дружит с диктаторской страной, поздравляет. В условии, когда Зеленский прекрасно знает, что Казахстан помогает Путину, участвует в ВДКБ. Сейчас в Астане проводят шост, где собираются все диктаторские режимы помощники. Помощники Путина. Там первый помощник и союзник Путина Китай. Который делает основные покупки нефти и газа. Различные поставки товаров. Это спонсор номер один. Спонсор номер два это Индия. И вот они все сейчас собираются. Клуб так называемых диктаторов. Союзников Путина в Астане. И в этих условиях, конечно же, если человек поздравляет, я имею ввиду Зеленского, его с победой на выборах, с Новым годом. Прекрасно знает, кто такой Такаев. Почему это происходит, это отдельная тема. Но, к сожалению, я могу сказать, что это расследование по убийству Айдоса Садыкова под большой угрозой. Как говорят следователи, в этом случае дело глухарь. И я, например, считаю, что, скорее всего, это дело будет утоплено ссылкой, что казахские власти, правоохранительные органы, не сотрудничают с украинскими правоохранительными органами. К сожалению. И до тех пор, пока не будут правильно расставлены политические акценты, когда украинское политическое руководство не сделает политические выводы, они на поверхности, об этом знают все, кто такой Такаев. До тех пор, ход реальному следствию доказательств не будет дан. Все будет утоплено. Я, к сожалению, вот так вынужден констатировать. Я сам поддерживаю Украину. Считаю, что Украина должна и, по сути дела, с учетом того, что большое количество стран западного мира помогает, она обязана победить. Обязана победить этого монстра, эту империю, которая пытается проглотить и не только Украину, но и многие другие страны. Путин является угрозой для всего мира. И все те, кто помогает, как Китай, или Индия, или Казахстан, страны Центральной Азии, не могут являться друзьями Украины. И вот это все, к сожалению, мои факты, которые я привожу в качестве примера и доказательств, говорят о том, что до тех пор, пока не будут правильно акценты расставлены, и победы тоже в Украине, к сожалению, не будет.